Завершился летний сезон программы «Профессиональный старт». Полсотни студентов из ведущих вузов страны, которые обучаются по профильным для норникеля специальностям, прошли производственную практику в Кольской ГМК, в Манчегорске и Заполярном. Проект «Профессиональный старт» проводится в Кольской ГМК с 2011 года. В этом году в подразделениях компании в Манчегорске и Заполярном практику проходили 49 студентов из Мурманска, Санкт-Петербурга, Иркутска, Белгорода, Магнитогорска и других городов страны. Так как в основном я привыкла, что в университете говорят, что я буду по гражданскому строительству, а тут новая стезя – это промышленное строительство, то есть была возможность съездить на промплощадке, сделать замеры, посмотреть, как это работает, столкнуться с людьми других специальностей, которые, в принципе, у себя дома я бы не увидела. Пошел я в КАЦ, то есть это контрольно-анализический цех, я анализирую пробы, то есть содержание в них элементов различных, там никеля, кобальта, меди. Всегда мне помогали, обучали различным методикам, как определять различные элементы. Второй раз подписала целевой, ни о чем не жалею. В этом году мне понравилось даже больше, чем в предыдущем, потому что заданий было намного больше, они были уже сложнее, интереснее. Очень радует то, что сюда идут именно за производственным опытом, и это, я считаю, очень здорово. Ну и вообще начинает производственный опыт, группа компаний «Нариский никель», это очень здорово. Кроме работы на производстве, для ребят была организована насыщенная программа. Так в этом году профстартовцы в Заполярном участвовали в адаптационном тренинге, побывали с экскурсией на богатительной фабрике, съездили в Самскую деревню и в Териберку. Поездка, скорее всего, больше в Териберку, посмотреть это самое красивое Баренцево море, все эти легендарные яйца драпана посмотреть и в целом получить большое удовольствие от этой экскурсии. Просто отдохнуть и увидеть что-то новое для себя, новые места. На завершающих встречах с руководством говорили и о перспективах трудоустройства, и о будущем самой компании. Работы хватит на всех. На сегодняшний день мы в КМК реализуем, планируем проект 730-го горизонта. Это инвестиционный вклад, который даст жизнь Рудника еще до 48-50-го годов. Соответственно, дальше запасы у нас есть и ниже лежащие горизонты, то есть перспективы есть. На Мончегорской промплощадке студенты также прошли практику в основных подразделениях. Ребята, уже знакомые со спецификой производства, оборудованием и процессами, в этом сезоне смогли повысить свой разряд. Выглублялись в науку, химию, процессы разделения, флотации, ведение этого процесса самостоятельно, совместно с старшим флотатором. И даже делали эксперименты, когда они самостоятельно в целую смену ведут процесс и аккумулируют все данные на пульте управления. Елена Ганиева – будущий флотатор. Для девушки участие в программе «Профстарт» стало судьбоносным событием. На прошлогодней практике она познакомилась с будущим мужем. С нетерпением ждет, когда получит диплом, переедет на север и станет сотрудницей компании. Я вот буду выпускаться, и у меня уже будет готово место для меня. Потому что некоторые ребята, которые выпускаются, они не могут найти работу в течение полутора лет, например. И вот им приходится перебиваться какими-то другими работами. А тут я, получается, уже приду, у меня уже готовы все корочки, рабочее место. А для химика Олега Рында из Белгорода – это первая производственная практика. Он трудился в цехе электролиза никеля. В химии там все на бумажках, либо в лабораторных условиях. А тут прям большое производство. Увидел большое оборудование, очень понравилось. Экскурсии понравились, как нас водили по разным цехам. Ну и всякие развлечения в нерабочее время. На время практики каждый профстартовец становится сотрудником компании. Со студентами заключают трудовой договор, и они получают зарплату. Доход для студента немаловажен, достаточно большой, как на мой взгляд. Ну и, в принципе, знакомиться с производством – это плюс, так как если в дальнейшем захочу вернуться, допустим, в электролиз никеля, тот же самый, то у меня будет уже какое-то представление об этом, что это и будет проще в дальнейшем работать. Свои практические и теоретические познания участники проекта «Профстарт» проверили и закрепили во время интеллектуального горно-металлургического квиза. Петр Широбоков, Юлия Барабан, Борис Савельев, Александр Николаев и Эльхам Курмашев, ТВ21+, Печенский округ и Мончегорск. Продолжение следует...